Всем привет, вы на канале Retian Gaming. Это видео продолжение моего гайда по санаторию, в котором я рассказывал как лутать санку, какие ключи для этого необходимы, также показывал где спаунятся лидиксы, красные и синие лабораторные карты и видеокарты. Если вы его еще не видели, я оставлю ссылочку в правом углу экрана. В этом видео мы разберем санаторий более подробно, поговорим про респауны и о том, на что нужно обращать внимание и как себя позиционировать, когда находишься внутри санатория. Также расскажу вам фишечки, которые использую сам. Скажу сразу, что я играю в Тарков с 1 января 2020 года. На данный момент это практически год. За это время я наиграл 1800 часов и я могу сказать точно, что больше половины этого времени было проведено именно на санатории, так как это мое любимое место в игре как для лутания, так и для файтов. Я постараюсь передать вам весь свой опыт, который за это время был наработан. Я много раз менял маршруты, продумал позиционку и наработал много микромоментов, на которые необходимо обращать внимание для получения преимущества над противником. Итак, давайте начнем наш разбор с респаунов, так как это очень важный момент. Успех рейда зависит именно от того, насколько быстро вы сможете оказаться в санатории, собрать информацию по карте и не только, и занять комфортное для себя положение. Наша задача сделать все от нас зависящее, вне зависимости от респауна, чтобы быть быстрее наших оппонентов. В этом нам поможет животворящий СЖ-6, о котором более подробно я говорил в первом видео. Давайте посмотрим на то, что я беру с собой в рейд. Как видите на этом скрине, всегда когда я бегу в санаторий, у меня с собой лежит СЖ-6 пропитал и зеленый шприц для файтов. СЖ-6 помогает нам добежать быстрее до санатория, пропитал помогает нам залечить сразу несколько конечностей, если по ним пройдет небольшой урон. Ну а если надо быстро захилить очень большое количество здоровья, то нам сильно поможет зеленый шприц. Но будьте внимательны, он вседает очень много энергии, поэтому всегда берите с собой что-нибудь перекусить. Это один из двух самых ближних респаунов к санаторию. Для того, чтобы добежать максимально быстро, юзаем СЖ-6, а звездочку мажем чуть позже. Во-первых, потому что теперь она заканчивается намного быстрее, а во-вторых, чтобы восполнить нашу выносливость, пока мы будем ее юзать. Когда поднимитесь наверх, будьте внимательны, потому что справа от нас уже может быть противник со второго респауна, который мы разберем чуть попозже. Далее, обратите внимание на звуки ботов, потому что скорее всего, если в восточном крыле заспаунился санитар, то вы это услышите. Чаще всего он спаунится на первом этаже, не забывайте, что у него два напарника с нехилыми патронами. Даю небольшой лайфхак. Чтобы справиться с санитаром, поднимитесь на второй этаж и попробуйте выцелить кого-то через дырку в полу. Плюс, есть возможность прокинуть несколько гранат, это очень поможет вам с фармом босса. Удачи! Это второй самый ближний респаун к восточке. Делаем все то же самое, что я показал ранее. Теперь покажу вам один из двух самых ближайших респаун к западному крылу. Это самый быстрый путь из всех возможных. Используйте. Это второй ближайший респаун. Точнее тот, что ближе к зеленому сундуку. Это получается третий. Они оба тут рядышком друг с другом, поэтому не имеет значения. Имейте ввиду, что если вы заспаунились именно здесь, то спереди от вас уже может быть противник. И наоборот. Ну и по аналогии с предыдущими респаунами восточке, вы можете встретить противника здесь справа на горе или уже чуть дальше у скал. Будьте бдительны и аккуратны, ребята. Это были самые ближние респауны к двум крыльям санатория. Теперь давайте рассмотрим те, которые находятся намного дальше. Респаун у выхода дорога на таможню один из самых дальних. Вы должны понимать, что при таком спауне выжить в санатории будет намного сложнее. Потому что когда вы подбежите к западному крылу, а при таком спауне я советую начинать именно с него. Почему именно так я объяснял в предыдущем видео. Там уже может находиться противник. Если это так, то он вас услышит намного заранее и конечно же тем самым получает преимущество. Иногда, подбегая к санке, вы услышите жесткий файт в западке. Новичкам, которые не очень хотят встречаться с фулкой, а бегут именно полутаться, я бы советовал в таком случае бежать в восточное крыло. Но смех в том, что в нем с вероятностью 80% тоже уже будут противники. Поэтому есть вариант с таким плохим респауном вообще не бежать в санаторий, сэкономить из G6 и пойти полутать карту по схронам. Кстати, как это делать правильно я рассказал в своем видео, ссылочку на которое я оставлю в правом верху экрана. Пользуйтесь новичкам, будет очень полезно. Ну и наконец-таки последний респаун, который мы разберем, находится у дороги или следующий недалеко отсюда у синего забора. Там еще есть схрон и спаунница боты. Этот спаун один из самых дальних и он мне больше всего не нравится. Тут решать вам, бежать в санаторий или нет, в зависимости от ваших целей. Замечу, что поблизости очень много вкусных схронов, но и противников немало. Кстати, не исключаю такого варианта, что даже самым паршивым дальним респауном вы спокойно сможете добежать в санаторий и там вообще никого не будет и вы сможете полностью залутать все комнаты по моему гайду. Найти что-то полезное. Такое бывает у кого-то часто, у кого-то редко. Зависит от серверов, на которых вы играете. Ну и конечно же присутствует дикий рандом. К примеру, иногда бывает, что чувака, которые бегут в санаторий, до него просто-напросто не добегают и много других разных раскладов. Поэтому учитывайте и это тоже. Вам возможно повезет. При хорошем респауне и если вы не нашли противника справа, при этом внутри не оказалась санитара. Это один из самых приятных раскладов для лута. В такой ситуации вы спокойно успеваете лутануть 110-ю комнату санитара и 107-ю следом за ней. Конечно же, если вы будете делать все быстро. Это приходит с опытом. Находясь внутри, вам нужно слушать все, что происходит вокруг вас. Если противник будет подбегать к этому крылу, вы 100% его услышите, так как входов тут только два. Один со стороны вертолета, другой оттуда, где прибежали мы. Далее поднимаемся на второй этаж и вот тут мы уже возможно можем встретить противника. При таком раскладе он может оказаться только в конце коридора. Это не очень приятно, так как это место очень темное и там лежит куча мусорных пакетов, которые новичок может спутать с противником. Самое главное, что вы уже знаете о том, что противник может там оказаться и это очень вам поможет. Далее лутаем комнату 2-2-2 на предмет чего-то полезного и переходим к комнате, в которой спамится красная карта. Далее идем на третий этаж и все понакатанное. Тут игра строится стандартно и ситуативно. Теперь давайте рассмотрим вариант, при котором вы добежали до восточного крыла с заползданием. Что делать в такой ситуации? Если в этом крыле уже может быть противник, первым делом надо проверить кладовку слева-справа и аккуратно страйфом прочекать коридор первого этажа. Ни в коем случае не надо бежать туда, так как во-первых за упором может оказаться противник или например сидеть на лестнице. В первую очередь нам необходимо собрать информацию, лутана или нет. Обратите внимание, открыта ли дверь 110 комнаты. Есть ли какой-то шум, были ли выстрелы именно с восточного крыла. Если в крыле ходят боты, то с вероятностью 90% никого нет, так как обычно их приходится бахать. Далее поднимаемся наверх, не бежим и аккуратно чекаем коридор второго этажа. Частенько там можно встретить вражин. Еще очень часто вы увидите их на лестнице справа. Потом поднимаемся на третий этаж, чекаем лево-право и коридор. Частенько на том конце коридора сидит чел и контролит его. Обратите на это внимание. Также просмотру могут мешать колючки перед вами. Если все чисто и вы ничего не услышали, можно начинать лутать с 313 и 314 комнаты. Далее я себе позволяю пробежать по коридору до 328 подсобки. Потом спускаюсь на второй этаж, чекаю 222 и красную лапкарту. Ну и в самом конце очень аккуратно выхожу на первый этаж. Можно прочекать через щели в лестнице вниз. Возможно кто-то сидит. Тут надо быть очень внимательным, потому что чаще всего камни и очковые змеи сидят именно здесь. Очень часто бывает такое, что они даже пробежав вперед всех, не начинают лутать комнаты, а просто сидят и ждут пока кто-то начнет их открывать. Затем вылазят и убивают в спину. Если кто не знает, то в те пару секунд, пока вы открываете какую-либо дверь, вы не можете стрелять. Только до этого или после. Поэтому в это время вы очень легкая мишень. Будьте аккуратны с этим. Меня очень часто убивали во время открытия дверей. На этом месте можно использовать небольшую фишечку. Так как чаще всего змеюки под колодные садятся именно около 110 комнаты, потому что она сейчас очень популярна и в ней частенько спавнится лидиксы. В момент открытия двери вы можете прокинуть в комнату напротив подарочек. Это позволит вам спокойно открыть дверь и не бояться, что вас оттуда грохнут. Но надо быть осторожным. Во-первых, вы можете противника там не убить. А во-вторых, он может сидеть уже в конце коридора справа у кладовок или слева у выхода к вертолету. Тут вы можете услышать врага. Будьте предельно внимательны. Так, ну с восточкой более-менее разобрались. Тут еще осталось несколько неразобранных моментов с другими респаунами. Но я думаю я оставлю эту информацию на третью часть видео, если вам зайдет вторая. Поэтому не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии, так как это напрямую содействует моей мотивации делать для вас такие разборы и дальше. Когда вы подбежали к западному крылу, если у вас не ближайший респаун, то хорошая идея перед фоллом сделать несколько стрейфов вправо-влево. Очень часто чел начинает стрелять и ты понимаешь где именно чел находится, что помогает тебе файти, хоть мы и не в позиции. А следовательно у противника преимущество. Если все чисто, чекаем лестницу слева и далее спокойно лутаем 104 комнату, потом бежим к 112. И тут есть момент, что чувака может подбегать с вертолета и в этой ситуации преимущество уже у нас. Он забегает, а мы тут как тут, постарайтесь не зафейли. Далее лутаем 112 комнату, если не взяли с собой еды, то тут можно этот косяк исправить и идем подниматься на третий этаж, попутно проверять второй. Точнее мы поднимаемся на третий этаж, если у нас хороший респаун, там скорее всего никого не было. А вот если респаун не лучший, то начинаем лутать со второго. Проходим к 25 комнате, попутно чекаем коридор и слушая, что происходит сзади. Если слышите шаги по дереву, то с вероятностью 90% это второй этаж за колючкой. Чтобы убить такого чела, я бы советовал вернуться ко входу через первый этаж, где мы забегали, и подниматься на файт уже оттуда, так как будет более удобно и безопасно. Также место у колючки для штурма вообще не подходит, только наоборот, чтобы камнем посидеть. Поэтому имейте ввиду, что если вы наоборот лутаете второй этаж, то вас чел у колючки может уже поджидать, и когда вы будете прыгать, вам не поздоровится. Можно заранее прокидывать туда гранаты. Если шагов нет, то скорее всего там чисто, и можно спокойно лутать 205 комнату. На балконе аккуратно можете прочекать периметр. Я так не раз ловил чувакашников, которые только добегают до санатория, очень легкие киллы. Ну и далее идете лутать 301 комнату. Если она открыта, и вы слышите, что там кто-то есть, то скорее всего он находится либо во второй комнате, либо на балконе. Есть небольшой лайфхак. Те, кто смотрят мои нарезки с красивыми киллами и мувики, знают его. Если открыт дверь, и в момент, когда она открывается, посмотреть в щелку справа, то чела сидящего на балконе можно увидеть, и спокойно зажать через дверь точно в него. Он вас при таком раскладе никак не убьет, а вы сделаете изи килл. Но имейте ввиду, что всегда может быть еще один. Ну и далее спускайтесь в подвал, которым я на днях нашел красную карту. Видос о том, как это было, оставлю в правом верхнем углу экрана. И далее у вас есть выбор, идти лутать второй этаж, или бежать лутать админ. Тут решать вам. Я в последнее время перестал тратить время на второй этаж запада, так как там спамится в основном только медицина, которой у меня уже очень много. Ну и далее поговорим про админку. Ребята, никогда не бегайте по стеклянным переходам, это очень опасно. Во-первых, вас могут прострелить со всех сторон. Во-вторых, даже боты могут зацепить или даже убить, сами понимаете. Поэтому я предпочитаю перебегать только по улице, на моем опыте это более безопасно и дает возможность выбрать позиционку. Поднимаясь на второй этаж, сначала чекаем право, так как сзади есть чуть-чуть больше места и чел слева вас не увидит. Потом выглядываем налево. Очень часто, если противник занял админку, они сидят или по этим сторонам, или в комнате спереди от нас чуть левее. Очень редко сидят в кинотеатре и также редко сидят в комнате с компьютерами. На моем опыте проще всего идут перестрелки именно в админке. Не знаю, с чем это связано, возможно люди плохо ее знают. Но вы даже не представляете, сколько я тут ребят положил, даже когда они были в численном преимуществе. Даже 4 в 1. Далее проходим в кабинет с кружкой. Тут будьте очень аккуратны. Очень часто эту комнату просматривают снаружи со скал. И никогда не останавливайтесь на одном месте. Всегда передвигайтесь и двигайтесь быстро. Так будет труднее вас убить. На моей памяти я тут помирал 2-3 раза через стекло в тот момент, когда забирал видеокарту и не успевал ее положить в подсумок. Учитесь на моих ошибках, желая, чтобы с вами такого не происходило. Используйте фишку с открытием двери. Это дает возможность узнать, есть ли там противник. Очень часто он начинает стрелять раньше времени. А теперь обещанный бонус этого видео. Ребята, а вы знали, что можно подняться на крышу санатория и быстро пробежать с одного крыла на другое, потеряв при этом чуточку здоровья? Конечно же, если у вас нет перегруза. Да, и забыл сказать, тут через стекло можно просмотреть противника, если он сидит на лестнице. И если правильно выбрать вектор, он вас не увидит. Пишите в комментариях, кто знал эту небольшую фишку про крышу и стекло. Итак, ребята, это вся информация, которую я хотел вам рассказать в рамках второй части серии видео «Как латать санаторий» от Тирана. Надеюсь, я смог показать вам что-то действительно полезное и интересное. Напомню, чтобы поспособствовать выходу следующей части, обязательно пишите в комментариях, что вам это видео зашло и было полезным. И желательно расскажите, чем именно. А также бахайте ваши крепкие царские лайкуши мне за шиворот. Это очень поможет развитию моего канала. Также хочу сказать огромное спасибо всем подписчикам, которые ежедневно заходят ко мне на стримы и помогают наращивать активность на моем канале. Дай бог здоровичка вам, ребята. Большое спасибо, что вы есть. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и в Дискорде. Ссылочки, конечно же, оставил в описании. А также навещать меня на стримах и, конечно же, смотреть и другие гайды на моем канале. До встречи на просторах Таркова, друзья мои. Обнял-приподнял каждого из вас.